Ну что, ребят, всех хочу поздравить с наступившим Новым Годом. Хотел видос записать заранее и поздравить вас с наступающим Новым Годом. Но видос не вышел, не получилось, не фортануло. Поэтому уже вас с Новым Годом, с Рождеством, совсем с 8 марта заранее, с 23 февраля. Девочек и мальчиков, чтобы потом не говорили, что я никого не поздравлял. В общем, что у нас? Так, с Новым Годом я поздравил, с Рождеством поздравил, уже с наступившим, прошедшим уже, так сказать, да? Хочу сказать вам, есть возможность поучаствовать в конкурсе, в розыгрыше автомобиля. Первое место это автомобиль, второе место это 100 тысяч, и третье место там еще что-то. Ну там что-то еще какие-то там подарки будут, я там не знаю, что именно. Конкурс проводит, это тоже блогер-таксист. Вот номер телефона, пишите туда, полную всю информацию вам расскажут там. Стоимость билета вроде как полторы тысячи, ну то есть полторы тысячи это чтобы участвовать в розыгрыше. Ну и если там какое-то, видно, число выпадет, и это будет ваше число, то вы выигрываете. В общем, как лотерея, повезет-повезет, не повезет-не повезет. Ну полторы тысячи есть возможность выиграть автомобиль, почему бы не рискнуть? Ну это мое, конечно, мнение. В общем, кто хочет, пишите по этому номеру телефона. Кто не хочет, ну не пишите. Поэтому, все, ребята, смотрим видосы. Что-то никого нету, что-то никого нету, либо как всегда точка, блядь. А, ну скорее всего, на той стороне, блядь, стоят, ебаный. Нахуярте сюда, пройти за вами не поеду, нахуй. Ой, ну вроде обычные какие-то пацаны, блядь, нахуй. Ну ладно, давай, в общем, перезвоните через минут 10. Давай, ага. На московске? Двер не закрыли. Слева, слева. Еще раз. Только не сильно. Дайте я закрою вам. Шапку уберите свою. Шапку. Шапка валяется. Это не моя. В смысле, не ваша. Это не моя, это вот давать какая-то. Ну выкиньте ее отсюда. Чувак. Вот и все. Московский 73, да? Да. Хоть бы спросили, там шапка у вас там валяется или... А, валяется и хер с ней, блядь. Он еще берет в руку, короче, и на коврик ее швырнул в грязь. Ну там шапка грязная уже вся, блядь. Поэтому ее проще выкинуть, чем ее, блядь. Ну короче, зачем я буду возить грязную шапку всю грязи, блядь. Прошу ее выкинуть. Добрый вечер, походу я к вам. Здравствуйте. Можно вас попросить только без стаканчика садиться? А он закрыт? Нет, он может разлиться. Может разлиться, но я тогда заплачу за это, у меня есть наличные. Вы знаете просто, что это дорого стоит очень? Да, я знаю, насколько дорого это стоит. Ну и сколько это стоит? Ну, я думаю, тысяч 10. Ну, да, и вы готовы за это до 10 тысяч? Ну, если я его разолью, то я готов. А если нет, то нет. В принципе, логично. Вообще, ну, на самом деле все будет. Давайте, давайте, я с вас не буду брать 10 тысяч, вы мне просто 2 тысячи сюда положу, разливаете, я их забираю. Да, это окей. This works. Ну, только сейчас с залогом. Прямо сейчас, давайте. Секунду. Вы едете на 15-й линию? Абсолютно. Давайте, а, нет, ну, это есть чисто 2 тысячи. Убирайте, я подожду, а то сейчас, убирайте, а то сейчас прямо сейчас разольется. В смысле? Ну, я имею в виду, чтобы стаканчик вы взяли в руки, да. Стакан вообще, да ладно, поехали, все, все. Если бы я действительно переживал по этому поводу, я бы... Добро пожаловать, не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Даже мне жалко ваши 2 тысячи, а я вообще, а вы прям не жалеете. Мне жалко даже вам их оставить. Да ладно, откуда такая щедрость? Ну, потому что у меня завтра первый выходной за 2 месяца. Ну, это как бы не повод. Ну, вон. Итак, коллеги, если вы еще не подключились к нашей команде, к лучшему парку, где с вас не возьмут лишних денег, нету дополнительных комиссий за бонусы, за все что угодно, только 2% заказа по всей России. Заправки с таксометра, моментальные выплаты, вы можете выводить деньги хоть 15 раз в день. Суммы не ограничены. Если у кого-то в парках можно выводить, к примеру, только там 5 тысяч в сутки, то у нас не ограничено. Вы можете выводить столько, сколько у вас есть на балансе. Также после регистрации в парк вам присылают ссылку на группу в Телеграм. Обязательно туда вступите. Это касается только водителей и автокурьеров, потому что там мы скидываем всю информацию, ну, какие-то новости о такси. Да, кстати, подключаем и такси, и автокурьеров. Так что если курьеры желают подключиться к нашему парку, также 2% по всей России, то, пожалуйста, ждем вас. И также есть очень приятный бонус, который работает уже на протяжении года. Это приведи друга. Тот друг, который работает тоже в такси, вы его приводите к нам в парк, и мы вам за него выплачиваем 3 тысячи рублей. Если вы приведете 10 друзей, то получите 30 тысяч рублей. Деньги выплачиваем сразу. Кто желает работать по безналу, пожалуйста, мы отключим наличку, и у вас будет только безнал. Заходите обратно, обратно включим вам наличку. И так можете писать, чередовать. В общем, как вам угодно. Пишите на WhatsApp и подключайтесь к надежному и выгодному парку, где еще ни разу ни у кого не пропадали деньги с балансов, как у других водителей в других парках. Таких парков очень много, которые воруют деньги с баланса водителей. В нашем парке такого не будет никогда. Поэтому жду вас у себя в парке. Подключайтесь. Конечно, да. Вот у пары есть еще, в которые я мог бы зайти. Понятное дело, что я пьяный. И что вам нужны какие-то гарантии. Сейчас прямо ехать? Не-не-не. Налива? Не-не-не. Да, просто поверни. И вот просто прямо тут на перекрестке. Вот здесь? Да, могу подальше. Вот сюда сейчас. Вообще, айдел. Да уж. А здесь здесь халвы давай. Все, пожалуйста. Ты вернешься? Ну, конечно, верну, как я могу забрать. Здесь здесь халвы давай. Не, ну, можете, конечно, подарить. Давай разделим их честно. Держите. Это тебе. Да, спасибо. Нет. Спасибо за поездку. Серьезно, что ли? Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Спасибо. От души, так сказать, с наступающим. Поставьте нам оценку в приложении. Чего такого? Просто люди делают вещи. И люди платят деньги за то, что люди делают вещи. Сейчас я выдал всю, мне только нужно вынести друг друга. И это будет немножко... Давайте я вам облегчу задачу. Не, 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 не. Я облегчу вам, чтобы вам... Я не парень сходил. Ой, волос не лег. Вам спасибо. До свидания. Пожалуйста. Здравствуйте. А я вот вас почему-то нигде не вижу по обидности. Здравствуйте. Кадетская 5, корпус 2D? Да. Дом какой-то... Дом пятиэтажный, да, я так понимаю? Где? Тут просто... Не знаю, как объяснить. Вот я стою возле пятиэтажки. Вы, наверное, не стоит, вообще не с той стороны стоите. Вот у вас там должно на карте что-то скажаться, где я нахожусь. Ну, где вы... Ну, получается, все правильно я стою. А где вы стоите? Я вас не вижу. А вы дорогу видите, вот выезд из этих дворов? Я могу дальше проехать. Да, я выезжу, я вот вышла как-то на перекресток. А, вы на перекрестке? Ну, давайте я к перекрестку еще подъеду. Я просто в самом начале стою. Подождите, если мы про то говорим, то есть уже на дорогу, вот такая здесь. Сейчас, подождите. Так, ну вот дорога, а вот здесь только тут никого нету. А до какого вы перекрестка вышли? Где первая линия? Сейчас, вот смотрю. Кадетская, я вот на Кадетской, я вот на Кадетской. Вот, вот она Кадетская прям. Вообще не вижу никого. Ну, вот я на аварийке стою. Ну, просто, может вы где-то во дворах стоите? Просто, скорее всего, вы подъехали не с той стороны туда. Все тактисты почему-то, они с той стороны подъезжают. Ну, видно, видите, карты так... Так, а вы, вы знаете, где улица Кадетская, вот дорога, где выезд? Здесь же один выезд, я так понимаю. Нет, здесь два выезда. То есть здесь можно подъехать к одному и тому же дому, а с двух сторон. Ну, вот я стою на, вот возле Кадетской, Кадетская улица. А я на первой линии стою. А какой, а где тут первая линия вообще? Ну, это же Кадетская, ну, в принципе, Кадетская, да. Я просто первую линию вообще не вижу на карте, где тут первая линия. Школа номер 35 сбоку, но она нет, она дальше от вас. Просто там есть, ну... А вы на месте стоите? Вы просто выгляните куда-нибудь за угол или вы просто на месте стоите? Нет, я уже выглянула за угол. То есть я уже подошла к дороге. Ну, это уже... А к дороге, к какой дороге вы подошли? Ну, то есть, получается, я заказывала к парке Тотоник, и я уже вышла к дороге. Ну, то есть вот... Дорога, как это называется, улица, как называется эта дорога? У нее же улица... Кадетская линия. Так вот, я на Кадетской стою. Вот. Ну, я могу еще прямо на дорогу выехать, вот сейчас вот здесь вот, смотрите. Вы на дороге стоите? Вот, я прям выгляну, вот я прям стою здесь. Тут Газманов еще на плакате. А, я вас вижу. Выглядывайте и проезжайте дальше. Подождите, а куда мне ехать-то? Дальше направо. Направо? И где вы? Та-дам! Я машину рукой. Я вас вообще не вижу. А я вас вижу. Вот белая машина, вы где? Вот вы и проезжаете дальше? Нифига, вы вызвали такси, так вы вызвали вообще в другое место. А, так вы еще в черном, как бы за столба черного. Ха-ха-ха, как бы, я вас даже и не вижу. О, не в черном. Здрасте. Ха-ха-ха. Смотрите, куда вы вызвали. А это тоже самый дом и есть? Нет. К нему привозили у вас с той стороны, где вы подъехали. Нет, это вообще два разных адреса. Там получается к одному и тому же дому. Ну, смотрите, вы стоите, смотрите, подождите, давайте я вам скажу. Это 7, корпус 2, вон даже табличка висит. А, смотрите, что бы вы сейчас ни говорили. Давайте, мне вот просто интересно, давайте. Да, по тому дому уже подвозили вот точно так же. И мы потом, нам пришлось обходить, потому что там получается вот между... Там какая-то глухая стена есть. И, по сути, адрес один и тот же. Но если ты заезжаешь с той стороны, ну, как бы там выйти, ну, невозможно. Нет, ну, по факту-то это два разных адреса совершенно. Смотрите, какая разница. Как бы... Ну, то есть... Я ничего не могу сказать. Нет, 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 просто смотрите, вы вызвали сюда, то есть вы видите, что вы вызвали туда. Смотрите. А как вы меня просто... Как вы хотели, чтобы я вас здесь нашел, а вы стоите вот здесь. Это, по сути, это вообще нереально. Чего это нам поделать? Ну, что-то вы как-то там накосили... Ну, как-то вы не так вызвали, короче. Там глухая стена есть. Нет, там, может, глухая стена есть. Но просто... Вот вы, когда вы... Да что ж сегодня такое-то. Вот вы, когда вызывали такси, вот вы на том месте и стояли, где я вообще забрал? Я вышла из того места, чтобы вам было удобнее меня забрать. Из того места, где я стоял? Нет, я бы туда не смогла пройти, потому что там глухая стена. Ну, я же туда проехал, в эту глухую стену. Я бы через нее пройти. Вы интересный собеседник. То есть машина туда проезжает, но пройти человеку туда невозможно. Мне приходится обойти полностью вот эту песню. Да нет, я же смотрю, там сквоза... Короче, вы просто как-нибудь введите вручную. Не как геолокация. Вот, то есть где вы стоите, и вручную вбейте адрес. И я думаю, у вас больше проблем с этим не будет. Я знаю. Поверьте, я бы сейчас вызвал вам какая-то, если бы мы там сейчас были бы. Не, мне просто странно, что он не направляет. Ну, по адресу этого пара. Вот так вот и живем. Ну да, так и живем. Все, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok